Кролик двое суток голодал. Животное предварительно обучено потягивать за кольцо для получения порции пищи. Гипофизарный нейропептид пета-липотропин через вживленную конюлю вводится в боковой желудочек мозга животного. Через несколько минут голодное животное прекращает добывать пищу. Теперь возьмем это же животное, но предварительно накормленное. Кролик не проявляет никакой пищедобывательной активности. Введем в мозг такую же микродозу бета-липотропина. Накормленное животное начинает активно добывать пищу. Таким образом, бета-липотропин отчетливо изменяет пищевое поведение. Причем направленность его воздействия зависит от исходного мотивационного состояния животного. Представляет интерес выявление роли в пищевой мотивации гастроинтестинальных пептидов. Животное накормлено. С помощью вживленных микроэлектродов регистрируется активность нейронов коры головного мозга. У накормленного животного она имеет относительно регулярный характер. К кролику подкожно вводится пентагастрин. Через некоторое время у кролика возникает пищевая мотивация. При этом импульсная активность нейронов перестраивается на нерегулярную, характерную для естественного состояния голода. Теперь накормленному кролику, микроионофоритически, пентагастрин подводится непосредственно к нейрону. Это вызывает такую же перестройку активности нейрона. Роль пентагастрина в организации пищевого поведения животных можно проследить и на модели электростимуляции мотивациогенных гипоталамических структур. У накормленного животного раздражают так называемый центр голода латерального гипоталамуса. Кролик активный ест. Циклогексимид, блокатор синтеза белка, вводится в полость бокового желудочка мозга. Теперь электростимуляция не вызывает пищевой мотивации. Введение пентагастрина в боковой желудочек полностью восстанавливает пищевое поведение животных при электростимуляции латерального гипоталамуса. Таким образом, пептиды активно участвуют в организации пищевой мотивации у животных. Эксперименты позволяют выявить роль нейропептидов и в организации иерархических отношений у животных. Группа животных содержится длительное время в специальном боксе. Каждая крыса помечена. В результате конкурентной борьбы за пищу между животными сложились четкие иерархические отношения. Крыса с одной меткой заняла доминантное положение. Она первой берет порцию пищи. После этого пища становится доступной другим животным. Пептид тавцин вводится в боковой желудочек мозга крысы с тремя метками, занявшей последнее место на иерархической лестнице. Поведение этого животного резко активизируется. Оно становится доминантным. Следовательно, введение тавцина вызывает ломку иерархических отношений в группе. Новые отношения у животных надолго закрепляются. В электрофизиологическом эксперименте исследуется изменение чувствительности отдельных нейронов коры головного мозга, фиксированного животного, к вазоактивному пептиду ангиотензину-2. На экране фоновая импульсная активность нейрона. Подведенный микроионофоритический ангиотензин-2 вызывает увеличение частоты импульсной активности нейрона. Теперь электрически раздражаются так называемые центры избегания вентромедиального гипоталамуса. На этом фоне происходит выраженное усиление реакции нейрона на ангиотензин-2. Электрическое раздражение этих отрицательных эмоциогенных центров в условиях свободного поведения животного вызывает своеобразную реакцию избегания с коротким латентным периодом. Ангиотензин-2 вводится в боковой желудочек мозга животного. Это приводит к увеличению латентного периода. Большие дозы ангиотензина-2 полностью блокируют реакцию избегания. Таким образом ангиотензин-2 вовлекается в механизмы отрицательных эмоциональных состояний у животных. Одним из наиболее выраженных поведенческих эффектов ангиотензина-2 является его дипсогенное действие. Крысы находятся в индивидуальных камерах со свободным доступом к воде. Животные утолили жажду и не подходят к поилкам. Микроинъекция ангиотензина-2 в боковой желудочек мозга приводит к появлению интенсивной питьевой мотивации. Крысы активно пьют воду. Длительное подкрепление питьевых побуждений 20% раствором этанола вызывает к нему у большинства животных устойчивое влечение. После депривации при свободном выборе они предпочитают этанол. Животным в боковые желудочки мозга вводят микродозу ангиотензина-2. Ожидаемого приема воды не происходит. Более того, животные перестают потреблять и этанол. Подавление влечения к этанолу сохраняется на несколько суток. У депривированных животных ангиотензин-2 при инстилляциях на слизистую оболочку глаза оказывает действие, аналогичное внутримозговому введению. Это открывает новые перспективы для клинического применения пептидов. Таким образом, пептиды существенно влияют на проявление основных биологических мотиваций у животных. И могут быть использованы для коррекции некоторых видов нарушений целенаправленного поведения.